Отличная погода в минувшие выходные радовала новоуральцев. Субботний день стал прекрасной возможностью, чтобы всей семьёй прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом, а также принять участие в соревнованиях за звание самой спортивной туристической семьи. Это слёт туристских семей, которые с прошлого года после пятилетнего перерыва вновь набирают популярность у горожан. В этот раз в поход с бутербродами и термосами отправились более ста человек. Для семей приготовили 12 этапов состязаний. Сборка рюкзаков, преодоление туннелей, распиловка дров, сборка палаток. Словом, всё, что может пригодиться в лесу, когда идёшь в поход. Удивительно, но с заданиями справлялись даже самые маленькие туристы, к примеру, ловко проходя по импровизированной паутине с помощью взрослых или перепрыгивая по полежкам. Очень здорово. Лучше, чем на диване-то сидеть дома. Нам понравилась паутинка. А так сложно. Сложно было в туннели проползать. И в лабиринте. В лабиринте, да, запутались там, куда идти. В гордость за то, что смогли всё преодолеть. И ребёнок не ревел. Всё весело, всё это как-то проходило и участвовал. Эмоции очень хорошо. С детьми вышли в лес, посоревновались. Очень приятные эмоции. Много не знаю даже, что сказать. Самый сложный, наверное, была паутинка. Паутинка была очень самая сложная. Но остальное и лабиринт. Остальное всё было очень хорошо. Всё понравилось. Очень динамично. Вольно было, нет? Нет, не сложно. С помощником с таким не сложно. Главная цель слёта – это, конечно, пропаганда здорового, образа жизни, создание позитивной атмосферы, прекрасный полезный досуг с семьёй. А кроме того, здесь отрабатывались навыки и для будущих соревнований. Очень много походов мы проводим весной, летом, водных походов. И чтобы участники этих походов умели одеть на себя спажжи лет, умели одеть каску, умели держать весло, для этого проводится вот этот этап. И ещё дополнительный этап – это азимут. Это специально для людей, которые не знакомы с лесом, но чтобы они умели по компасу ориентироваться и смогли выйти из леса. Теперь участники слёта знают, что такое азимут, и смогут найти выход из леса в случае, если там потеряются. А клуб «Крылатая гвардия» продемонстрировал своё вооружение, что тоже было весьма интересно. Песни, сладкие призы, горячий чай и хорошее настроение. Так закончился слёт туристских семей в Новоуральске. Хорошо, когда возрождается такая добрая традиция – вместе проводить время на свежем воздухе, занимаясь спортом. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.